всем привет дорогие друзья с вами как всегда александр и сегодня мы с вами поговорим о коляске ну наконец-то в в ряду бренда спира вернулся на рынок нормально полноценно вернулась линейка next и она вернулась вот в таком вот интересном исполнении вот такого рода коляски они все там черные белые бирюзовые там может быть какие-то цвета есть но ничего такого цепляющего конкретно там виде каких-то дизайнерских решений обычно мы не видим здесь же у нас вшита ткань вот такая вот стрекоза в скрапинку и выглядит это все как-то с дизайнерской точки зрения все таком с черном стильном в исполнении в мне лично очень нравится и ткани кстати очень классные у колясочки вот непосредственно сейчас это новиночка лимитированная спира next up limited комплектации 2 в одном и сегодня с вами и изучим начнем естественно с люльки с чего бы нам еще начинать и предварительно я вам расскажу в двух словах самые краткие технические характеристики польша кто не знал год производитель дает гарантию вес с люлькой 46 с прогулочным блоком где он у нас вон до 49 килограмма кстати диапазон регулировки положение спинки в прогулке 115 170 градусов я это покажу вам с рождения до 4 5 лет можно катать ребенка потому что вес она выдерживает до 22 килограмм люлька кстати здесь не маленькая 74 на 35 в ширину 7 4 в длину и 61 сантиметр здесь колесная база то бишь вы в любой лифт заедете не убрал тоже хочу комплектацию сразу назвать чтоб к этому не возвращаться будет идти под стаканник сумка на ручку покажу конверт будет идти в люльку и прогулку он универсальность сразу его достану чтобы вы понимали он как вкладыш упаковывается и в люльку и в прогулочный блок здесь есть все прорези для ремней здесь есть такой высокий бортик чтобы он окантовку точнее говоря борта люльки закрывал тоже полностью вверх чтобы ребенку нигде ниоткуда не поддувала вот такая вот интересная штучка вот эта часть у нас отстегивается на замочке то бишь это можно сделать отдельной накидочкой или оставить нижней как матрасик здесь как бы как вам удобно вам захочется так вы и сделаете друзья поэтому классная вещица эту штучку сейчас я объясню что это такое когда внутренней части перейдем вот давайте с козырька начнем козырек хороший большой козырек ребенок закрыть на зиму здесь очень очень хорошо потому что козырек большой и сейчас покажу как его взять еще больше и вот эта накидочка закрывается прям полностью наверх и остается такой зазор щек для воздуха но если вдруг вам это покажется мало друзья можно сделать еще вот таким одним движением открываем и увеличиваем вот так вот просто прячем ребенка в какой-то домик крепость которую вообще никак не посмотреть в общем как-то так кому это надо можно это сделать вдруг ребенок летний можно взять вот так вот проветрить козырек тоже очень удобная тема если ребеночек вдруг у вас любит лежать на животике то здесь и для этого есть интересный момент открываем вот эту вот часть снизу вот так вот и мы видим здесь вот такая вот прозрачная сеточка и вот это как раз таки части которая говорил она здесь на замочке пристегивается к основанию и если нужно полностью закрывает чтобы ребенку ниоткуда не поддувала это делает то что не поддувает и соответственно в матрасике тоже это есть накидки на ножки вот матрасик здесь вот такой у нас толстенный очень кстати приятный материал привод хочется его трогать прям очень классный накидочка которая здесь на люльке она у нас на замочке можно откинуть сторонку и она у нас не упадет все окей так смотрите еще из классных фишек которые мне очень нравится большинство колясок используют два две точки крепления как и в любой другой и люлька немножечко болтается здесь решили этот вопрос вот такой вот системой распорка вот такая вот которая идет от люльки в раму фиксируется и у нас нет никакого люфта как по мне идея очень элементарная но очень эффективная вот таким способом у нас снимается нажатием от этой кнопки и в основании у нас есть вот такая вот жалюзи назовем ее так открываем вентилируется дно закрываем не вентилируется как по мне люлечка здесь максимально продумано так друзья посмотрим на прогулочный блок теперь прогулочный блок естественно и по ходу можно ставить и против как вам хочется поэтому с этим нет проблем но я поставлю по ходу чтобы вам было лучше его видно и сразу смотрите 170 градусов о которых я говорил козырек тут просто жирнючий смотровое окошечко есть вот эта секция закрывается если вам нужно поменьше вдруг козырек вот задняя секция здесь и снизу можно открыть где-то там поднять вверх чтобы проветривалась и также можно сверху открыть вниз как снизу вверх и сверху вниз чтобы проветривать поэтому удобная тема задней части у нас есть кармашек там мобилку бросить еще что-нибудь в общем все окей вот здесь еще кармашек кармашков тут конечно достаточно регулируется у нас козырек без всяких кнопочек просто толкаем куда нам надо и делает он это тихо друзья что касается пространство для ребенка здесь хоть до школы возите места много в комплекте идет вот такой вот такая подушечка пятиточечные ремни с классическими накладками на плечевой и паховой зоне и мешки тоже все очень просто все стандартно бампер бампер откидывается как калиточка в сторону чтобы можно было удобно посадить ребенка подножечко вот такая вот интересная здесь сеточкой и ступенька для ребенка в общем такая стандартная стандартная планировка скажем так прогулочного блока большой вместительный с огромным козырьком в общем все хорошо так давайте теперь покажу сумку чтобы не забыть потому что сумочка здесь реальный аксессуар не бесполезный выполнена она что-то типа замши такого материала интересно видите давненько я в сумках от колясок такого материала не видел но здесь соответственно спрятаны из коробки дождевички вот все самое необходимое макулатура и тому подобное кстати москитные сетки которые идут в комплекте они спрятаны здесь в козырьке под замочком чтобы вы их не забыли поэтому мое почтение грамотная задумка место не занимает никогда не забудете москитка нужно где-нибудь в лесочке в парке очень даже актуально опустили ребенка спрятали так давайте посмотрим на шасси на раму колеса у нас здесь просто резиновые амортизация очень мягкая я называю такого рода коляски это с-класс для ребенка не вот очень очень мягенько тихо едут багажник у нас здесь действительно большой он кстати закрывающийся можно закрыть его полностью или же опускаем вниз крышечку и будет такой не закрывающийся тормоз классный оба раза сверху нажимать блокируем разблокируем в общем все классно ручка у нас регулируется в большом диапазоне можно под любой рост родителя или даже старший ваш ребеночек хочет покатать младшего брат или сестренку опустили все кота и все окей вот видите даже чуть-чуть нажимаю она уже мягенько так идет действительно комфортный хороший внедорожник вот без каких-то особо слабых мест получился у эспира мне нравится вот теперь давайте посмотрим как он складывается друзья здесь все с этим просто нажимаем здесь два курочка опускаем вот так вот все подружечку ручку точнее сюда подножка здесь не опускается вот так вниз она только вот так поднимается как по мне ушла бы она вниз можно было бы добиться чуть более компактной конструкции но все же это крупная большая коляска которая складывается вместе с прогулочным блоком это круто это действительно круто потому что не все большие коляски умеют складываться с прогулочным блоком это ее такое конкурентное преимущество я считаю так собственно вроде бы ничего не забыл если вдруг что-то забыл напишите в комментарии с удовольствием почитаю если какие-то вопросы у вас есть по коляске вообще технически может какие-то моменты тоже пишите отвечу комментариях на вопросы вот а я лишь хочу подвести итоги и сказать свое короткое мнение и мне очень нравится то что в литовских польских вот наконец вот вообще в этом мире колясок таких крупных начали появляться коляски с хоть какими-то дизайнерскими элементами какими-то рисуночками но что тоже должно быть интересное есть творческие люди которым не хочется иметь просто серую там черную там бирюзовую коляска хочется что-то особенное вот пожалуйста вот уже какие-то подвижки в эту сторону есть это очень приятно выглядит сильно прикольно молодежно и плюс ко всему технически хорошая реально классная коляска с хорошей комплектации очень мягенькая с хорошей историей с хорошим скажем так у немало гарантийных обращений она одна из надежных таких вот компаний которые смело вот можем вам рекомендовать и мы им доверяем они реально молодцы вот собственно ссылка внизу в описании друзья не буду вас больше задерживать понравился обзор ставьте лайк не понравился дизлайк подписывайтесь на канал это очень помогает развитию канала а я лишь хочу пожелать сделать вам хороший грамотный выбор коляски для вашего карапузика и удачи на дорогах пока